Премьера спектакля «Детские годы Багрова внука» по автобиографической книге Сергея Аксакова Ульяновского драматического театра имени Гончарова вызвала бурю эмоций. Точно, можно сказать, такого на ульяновской сцене еще никто не ставил. Это стало возможным благодаря выигранному главным режиссером театра Владимиром Золотарем именного президентского гранта. С одной стороны, рассказ буквально вербальный на нашей большой сцене, он теряет некую интимность и такую личностность, которая есть в прозе Аксакова. Значит, прямым таким ходом вербального рассказа идти было, ну, как мне казалось, по крайней мере, нельзя. Первые детские воспоминания становятся ключом к автобиографической повести Аксакова для режиссера Владимира Золотарем. Исполнители ролей через собственные рассказы о раннем детстве приходят к образам книги «Детские годы Багрова внука» и «Универсальная история взросления ребенка». Повествование ведется от имени Сергея Багрова. Он вспоминает период от самых первых детских впечатлений до момента поступления в гимназию. Часть глав книги описывает жизнь автора в родовом имении Аксакова, недалеко от станции Майна Ульяновской области, и посещение Симбирска. «Клод, как полетел он вперед на Киевской, я повердящийся по Стрею, и ущущийся в самом мире, называющийся Стрею. Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемело не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо. Я был подарен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту, которую я чувствовала, хотя объяснить, конечно, не умею». Официальный спектакль получил жанровый подзаголовок – поэма «Восприятие», но его смело можно назвать танцевальным по пластике. Трудовые синхронные действия превращаются в хореографию. В спектакле задействованы заслуженные артисты России Виктор Чукин и Елена Шубенкина. Актеры Виталий Мелицын, Кристина Каминская, Юлия Ильина, Алексей Гущин, Денис Бухалов, Максим Варламов, Илья Поляков, Мария Жижела и другие. Над постановкой также работали художник по свету Александр Рязанцев, балетмейстер Михаил Умнов и оператор видеомонтажа Алексей Облязов. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.